Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему!» Служение разбора слова сегодня. Высветите, братья, тему, пожалуйста. Тема наша сегодня «Дух, душа и тело». Мы говорим с вами, продолжаем говорить, начатки учения Христова. Я думаю, что эти начатки у нас протянутся до Нового года. Так я смотрю по тому, как у нас получается. Но ничего, друзья, жизнь немножко ироничная. Знаете, Бог так устроил этот мир, очень интересно и удивительно, что вот вроде как на первом плане у человека на первом плане покушать, поспать, отдохнуть, пожить, заработать. Всегда на первом плане. Вот человек бывает так, что человек и есть у него, и покушать, и отдохнувший он, и денег у него множество, и все у него есть. И на него люди со стороны смотрят и говорят, ну вот у этого жизнь удалась. А он страдает, а ему плохо. Он готов поменяться своей жизнью с кем-то другим. Почему? Потому что, друзья, при сотворении этого мира, Бог вложил внутренность человека нечто удивительное, нечто непонятное. И это непонятная, друзья, духовная часть человека. И с этой духовной частью мы будем разбираться. Конечно, мы поговорим и о теле, друзья, но наша основная задача сегодня разобраться с духовной частью человека. Я всегда начинаю этот разбор, потому что я уже не первый год веду. Я всегда начинаю с очень простой мысли, которую я хочу, чтобы вы запомнили. Если кто-то ее слышит второй раз, простите меня. Мысль очень простая. Часто люди пробуют разобраться со сложными вещами. Например, такими вещами, как триединство Бога. Слышали вы людей, которые объясняют триединство Божества? Объясняют или опровергают, или начинают доказывать, включают логику и начинают показывать и говорят, Бог не может быть триедин. Я даже буду критиковать тех, которые говорят, что Бог может быть триедин. И начинают, не знаю, там, приводить пример солнца, у которого есть свет, тепло и форма там и так дальше. Я, друзья, и тех, и тех буду критиковать. Знаете почему? По очень простой причине. Друзья, как разобраться с вещами, которые вне нас, если нам очень сложно сегодня разобраться с вещами, которые где? Внутри нас. Мы попробуем разобраться, друзья, с тем, что в нас есть, что мы знаем, что мы переживаем, друзья. То, что в нас есть. Нас есть дух, нас есть душа, у нас есть тело, и мы с вами увидим, друзья, что когда мы видим, я даже, я могу вам даже глубже эту тему копнуть. Как вы думаете, если оставить даже дух и душу, можем ли мы сегодня разобраться, как работает наш организм или нет? Почему один человек болеет раком, а другой нет? Почему одни коронавирус переносят тяжелейшим способом, а другие вообще ничего не почувствовали? Можем мы, друзья, в этом разобраться? Есть ли в этом какой-то закон? Нет. Мы в этом разобраться не можем, потому что есть вещи, которые сокрыты от нас, они не поддаются нашей логике, поэтому я наперед говорю, друзья, когда мы будем говорить, вполне возможно, у вас будет свое мнение, мы, конечно, дадим вам возможность высказать свое мнение, вы нам расскажете, как вы понимаете, что такое душа, тело, за эмоции поговорим, за все это мы поговорим, да? Но в то же самое время я хочу начать свой разбор именно с того, что я не ставлю точку. Самое бы было проще, если бы мы могли бы в вопросах духа, души и тела поставить границы, это было бы самое проще тогда, если бы я знал границу, где кончается тело, начинается душа, где кончается душа и начинается дух. Для меня бы было, как для учителя, очень просто. Но эту границу сегодня поставить никто, что не может. Невозможно, друзья. Я уже приводил примеры, мы еще об этом поговорим, друзья. Но тема наша сегодня дух, душа и тело. Итак, триединый Бог создал триединого человека. Ваши шрифты, братья, отсутствуют. Получается. Извините, видите, несовпадение шрифтов, немножко будет так оно вылазить как бы за пределы. Ну, прочитать вы можете, я думаю, да? Так, Писание говорит, сам же Бог мира, да, Он светит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело. То есть Павел говорит буквально в следующем этом стихе. Бог говорит, что полнота человека, полнота человека заключается в том, что у него есть три части. Дух, душа и тело. Ну и давайте эту же мысль закончим, которую я уже начал. Почему в человеке три части? Почему не четыре? Павел говорит, что полнота человека заключается в трех вещах. Когда он имеет дух, он имеет душу, и он имеет тело. Может ли эти части существовать порознь? Может тело существовать порознь? Ну как нет, сестра? Люба. А что, вы сейчас пойдете на кладбище, нет, там триеддиный человек лежит? Там тело лежит. Я спрашиваю, или не может существовать. Вопрос уже, что случается, как это и все. Это уже другой вопрос. Но порознь не могут быть. Но нельзя тело, которое лежит в грубу, назвать человеком. Или можно? Нет. Потому что он не целостный. У него нет полноты. Это не человек. Это часть. Но это не человек. Павел говорит, человек только тогда, когда у него есть дух, у него есть душа, у него есть тело. Еще раз возвращаюсь. Почему три части у человека? Потому что мы сотворены по образу и подобию. И как он один в трех, и мы точно так же одни, но что? Ну тоже в трех. Уровень, конечно, не тот. Потому что там совсем другое. И я не стараюсь сегодня проникнуть в триединиства. Я даже такую тему брать не буду. Даже если меня будут просить, потому что я вам честно говорю, в эти вещи я пробовал проникать, но умом туда не проникнешь. Я даже не знаю, друзья, если вы меня спросите, или мы поймем Бога, когда мы будем в вечности. Я не знаю и не берусь сказать вам, да, когда мы умрем, придем, будем в прославленных телах, мы все точно про Бога поймем. Я не уверен в этом. Я в этом не уверен. Коль ми паче, когда мы на земле, друзья. Поэтому будем разбираться с нами. Триединый Бог создал триединого человека, трехчастного человека, трехсуставного человека, как вы себе хотите, так и называйте. Теперь внимание, конец этого стиха. И ваш дух, душа и тело во всей целостности должна сохраниться что? Без порока. Итак, друзья, порок может быть в духе, порок может быть в душе, порок может быть в теле. И он пишет, в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Вот вам еще одно место, которое показывает, что человек триединый. И он говорит, что у человека есть и душа, у него есть и дух, и у него есть и плоть. Забегая наперед, я скажу, если кому, братья, это интересно, потому что мы, по-моему, даже на этом месте этот вопрос поднимали, я не ложу разницы между телом и плотью. Я разницы не ложу. Хотя есть братья, которые говорят, тело это одно, а плоть это другое. Человек, живущий, сотворенный Богом, имеет три составные части. Он имеет дух, он имеет душу и он имеет тело. Я думаю, это неоспоримый факт и мы на нем останавливаться не будем. Сегодня мы с вами очень подробно поговорим о теле. Как вы думаете, есть о чем поговорить или нет? Вроде как, про тело мы знаем все. Ну, давайте попробуем разобраться с телом, и вы увидите, я построил свою беседу таким образом, чтобы немножко нам получить некое назидание. Некое назидание. Потому что, когда вы будете разбираться с телом, с физическим, с плотским нашим телом, то не так все просто, как нам кажется на первый взгляд. Ну, давайте приступим, друзья, к нашей беседе. Итак, тело было создано из праха и в прах возвратиться. Это аксиома, да, даже ученые не спорят, никто не говорит, что, ну, православные немножко спорят, но это их неправо, да, что тело из праха взято, и что? И в прах нужно возникнуть. То есть, когда мы тело положим в землю, через некоторое время тело что сделает? Истлеет, исчезнет, его не станет. И оно превратится в тот прах, из которого оно взято, да. в пути лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Давайте чуть-чуть разберемся с прахом. Бог говорит, ты кто, Адам? Прах. Ты, Адам, прах. Ты земля, из которой ты сотворен. Почему так Бог говорит, друзья? Знаете, почему? Потому что наш прах будет всегда у нас на каком месте? На каком месте будет прах наш? На первом. Вот самые духовные люди, вот я вам скажу честно, понимаете, можно притворяться очень сильно духовным, но вот приговор Писания, ты прах. Пока мы на земле, друзья, мы должны это понимать и считаться. И если Бог дал нам такой приговор, нам надо с этими прахами нашими сегодня что? Разобраться. надо понять, друзья, а в чем вообще Бог говорит? Итак, и сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это проклятый пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь делать что? Есть прах во все дни жизни твоей. Я когда-то сказал очень большую проповедь на этот стих. Кто ее понял? Кто ее слышал? Два человека. Хорошо. Я ее не буду сегодня повторять. Я взял несколько простых мыслей. Там такая проповедь очень простая, знаете. Мысль вот такая, буквально следующая. Мысль такая. В бытии сатана змей, а в откровении сатана дракон. Да? Это значит, что от бытия до откровения что с сатаной случилось? Он вырос. Он вырос. А чтобы он вырос, что надо делать с любым на земле? Что надо делать? С живым организмом. Его надо кормить. Правильно? Если вы кормить его не будете, он расти не будет. Да? Но дракон вырос к концу дней. Мы знаем, мы видим. А чем питается этот дракон, скажите? он питается прахом. Он питается чем-то, что исходит от человека. Конечно, я сейчас говорю духовно, вы поймите меня духовно, да? Он питается прахом, он питается вещами, которые есть в нашей жизни. Он питается прахом, друзья. Да? Давайте чуть-чуть быстро разберемся над этим. Это слово прах на иврите. Афар. Авар. Скажи правильно, как произносить? Афар. Афар. Это первое, друзья, это слово, это грязь. Грязь. То есть, чем сатана питается в нашей жизни? Любой грязью, которую мы с вами ему даем. Он питается прахом, друзья, тем, той грязью, которая приходит в нашу жизнь. Временами мы даже не понимаем, мы не понимаем, почему у нас в Ютубе всплыло это окно. Да? А вся причина очень простая. Сатана голодный, ему кушать хочется. И если мы подтянемся туда, к этой грязи, мы его в своей жизни что? Накормим. И вы зависимость понимаете. Поэтому смотришь на человека и удивляешься, ну как он так все побеждает? Почему сатана такой в его жизни слабый? Почему слабый в его жизни это она? Он его не кормит. А в моей жизни он такой сильный. А что он? Я же вроде все правильно делал. Если все правильно делаешь, сатана в твоей жизни сильный, что? Не будет. Он будет голодать, а голодный человек у него нету силы. Вы были такие голодные, что вам даже говорить тяжело? Были? Были? Доведите его до такого состояния, сатану, чтобы он и говорить в вашей жизни не мог ничего. Да? Такой бедный, изможденный. Есть еще другое значение слова прах. Оно очень интересно, я не буду на нем останавливаться, но оно приводится как пыль. Пыль. Пыль, друзья. Да? Пыль. Что такое пыль? Пыль это нечто, что существует везде. Везде. Обратите внимание, друзья, какие предметы припадают пылью? Предметы, которые никуда не двигаются. Поняли, христиане? Есть такой прах в нашей жизни, который может быть и не грязь, да? Вроде грязи нету, но ставьте в недвижении чистую тарелку, просто поставьте ее и не трогайте ее некоторое время. И она со временем покроется прахом. Конечно, таким прахом сатана сильно не наестся. Я думаю, что это намек на суету, знаете? На суету. Как там написано? Суетятся, но что? Ну, ничего не делают. Много-много суеты, много-много суеты. Я с одним братом говорю, он у меня то, у меня то, у меня то. Я говорю, результат покажи. Где результат? Результата нету, много каких-то движений. Вот так и у нас бывает, друзья. Поэтому, если христианин не двигается никуда, кажется, что мы не кормим, но мы его кормим своим нерабочим состоянием, мы тоже кормим змея. Я не хочу останавливаться. Кому интересно, эта проповедь называется пища змея. Пища змея? По-моему, так называется. Я не помню уже. Уже некоторое время прошло, это еще в том здании я проповедовал. Следующее, друзья, пепел, он питается пеплом. Слово прах переводится как пепел. Смотрите, друзья, эти все вещи, они относятся к нашей жизни, но они проявляются на абсолютно плотском уровне. Поняли? Это духовные вещи, но они проявляются на плотском уровне. То есть для того, чтобы покормить сатану, надо включить нечистое видео и все, он сытый. Точка. Для того, чтобы включить нечистое видео, тебе нужна твоя плоть. И твоя плоть будет тебя к этому побуждать. Что такое пепел, друзья? Пепел это производное горение. Пепел это производное горение. Сатана питается теплыми христианами. Это понятно? Потому что пепел происходит тогда, когда кто-то горел и что? И выгорел. Когда кто-то горел и выгорел. Если он горел и выгорел, то такие люди сатане тоже приятны. Он с ними имеет свою работу, свое дело, ему приятно с такими людьми. В их жизни он серьезный. Да? Поэтому, например, когда вы увидите, можно было бы расширить эту тему и, например, дать результаты, сказать, а как выйти из этой ситуации? А вы мне помогите. Как выйти из этой ситуации? Человек горел, горел, перегорел. Что надо сделать? По-новому надо что делать? Разжигать огонь. Надо по-новому разжигать огонь. Если вы мне не верите, посмотрите, почитайте историю Лии 18 глава книги царств. Там написано, когда сошел огонь, то он пожрал и воду, и дрова, и что еще? И прах он свит. Тоже пожрал. Новый огонь пожирает старый прах. Аминь? Аминь. Я не буду видеть это как бы в теме много по теме, просто немножко останавливаюсь для того, чтобы оживить и понять, друзья, вообще, о чем идет речь? Что такое плот? Причем тут плот? Ну, это плот. Мы все понимаем с плоти. Мы не понимаем временами процессов, которые мы запускаем в плоти, друзья. Смотрите дальше. Обломки здания. Это тоже прах на иврите. Это тоже афар. Обломки здания. Чем питается еще сатана? Сатана питается любыми разрушенными вещами в вашей жизни. Поняли? Ему нравится разрушать брак, ему нравится разрушать отношения, ему нравится разрушать. Бог строит, сатана что делает? Разрушает. Он этим питает. Когда муж с женой дома искры летят, сатана тучнеет на глазах в этой семье. Он будет подогревать это все. И временами муж и женой даже не понимают, что причина ихней ссоры это сатана. Часто когда кто побольше в браке уже попробуйте вспомнить свою первую и вторую ссору и попробуйте вспомнить за что вы поссорились. Вы будете помнить. Ты помнишь как мы ссорились? Да. А за что мы ссорились? Если бы было что-то серьезное, а на самом деле враг входит в наши семьи с детьми то же самое. Разрушать, друзья. Когда он разрушает твою молитву, он тоже этим питается. Когда он разрушает твое чтение Писания, он тоже этим питается. Поэтому, друзья, он с Даниилом работал. И очень много можно привести примеров. Он питается разрушенными вещами. И поэтому написано, послушайте, написано, когда вы будете читать за пост, потому что что восстанавливает сегодня людей? Пост. Пост это одна из вещей, которые восстанавливают. Там, где вы будете читать Весаи, за постом написано и назовут тебя восстановителем, что развален. Поняли? Как сегодня восстановить семью? Как? Пост и молитва. Пост и молитва. Надо лишить его питания, и лишить его пищи. Сатана будет худеть, а христианин будет набирать силы точнее. Ну, слово тучный в Америке приобрело неправильный оттенок. Потому что, если я скажу толстый, то будете на меня обижаться. Но в Писании слово тучный имеет оттенок хороший, положительный. Там, где все тучное, там все хорошее. Поэтому будем держаться библейского образца, но по плоти не точнейте. Давайте вот один штрих. Вы мне скажете, как вы понимаете. Как вы понимаете, в духовном мире есть ли личности ответственные отдельно за людей и за, например, и за семьи? Есть или нет? И лично я считаю, конечно, можно было бы это углубить, может быть, даст Бог, мы это углубим. Павел перечисляет, помните там, что нас не может отлучить. И он перечисляет ряд очень интересных вещей. Там начальство, силы, престолы, помните? Кто из вас когда-нибудь задумался, что это такое? Ну вот 50 лет верующие, читаем Евангелие, даже никогда не поинтересовались этим. Почему? Да, есть духовные уровни силы, друзья, и я верю, как, например, у человека есть ангел-хранитель, у верующих 100% есть. Не знаю, как с неверующими, часто спорят, трудно сказать, не буду брать неверующих. Я верю, как у человека есть ангел-хранитель, так и у человека есть ангел-искуситель, губитель. Правильно, Юра, я подбирал антоним, не мог подобрать. То есть, как за человеком закреплен добрый ангел, чтобы ему помогать, так, например, за вами или за вашей семьей закреплен один или два, или три, или может десяток, если хорошая семья, может там и десяток бесов уже там работает, чтобы это все разрушать, потому что, когда это все разрушено, когда, например, была хорошая крепкая семья и она развалилась, то у сатаны в этот день что? Пирушка. Пирушка. Созывая друзей, давай погуляем. Мы тут такое учинили. Не давайте ему этой что? Возможность. Аминь? Понятно? Под маской для стен, то последнее, друзья, где потребляется слово прах, и тут, я думаю, вам не надо ничего объяснять, чем питается еще сатана? Что за подмазка для стен? Помните апостола Павла, который говорит про первосвященника? Да, он говорит, ты подмазанная стена, замазанная стена, подмазанная. Поняли, для чего еще прах используется? Прах еще используется для того, чтобы неблагообразное наше не исправлять, а что? А подмазывать, прятать. Замазал, замазал, и красиво. Поэтому не подмазывайте, не надо лицемерие, не надо закрывать, надо вещи называть своими именами. Мы часто подмазываем вещи. Это Богу тоже не угодно. Это тоже кормит сатану. И оно есть на разных уровнях. Есть на братском уровне, да, Юра? Когда мы подмазываем тех, кого не надо подмазывать. Поощряем тех, кого, почитаем, кого и так дальше. Оно существует. Это человеческая жизнь, друзья. Я не собираюсь сегодня закручивать бумажки. Оно существует, оно есть. И я сам знаю, как тяжело временами быть честным, прямым, искренним и нажить себе несколько синяков. Хорошо. Разобрались с этим? Пища для змея. Поняли? Когда Бог говорит это все, потому что я не хочу углубляться в научные вещи, потому что на самом деле, на самом деле змея не ест землю. Вы знали это или нет? Змея землю не ест. Ну, там некоторые так натягивают сильно так сказать физические качества змеи на Писании или Писании на физическое качество змеи. Ну, червяк это не змея в том-то и дело. Да, маленькая змея, да? Ну, там же написано, что она будет жалить. Чем же червяк тебе жалить будет? Поэтому я к чему веду, друзья? Когда вы читаете вот такое место Священного Писания, вы должны понимать, что когда Бог говорит это, всегда найдутся скептики, которые начнут говорить, а земля, а змея прах не ест. А мы с вами встречаемся с тем, что он ест прах каждый день тоннами. Так или нет? Он питается человеческими пороками. Он их разжигает и он тучнеет вот этого. И мы должны понимать, что когда Бог говорит, он говорит на многих уровнях и для разных людей. Не спорьте с теми людьми, которые там что-то кому-то вам что-то доказывают. Понимаете, о чем Бог говорит нам сегодня? Аминь? Хорошо. Имея начаток греха, является смертным. Наше тело стало смертным тогда, когда Адам согрешил. То есть, имея начаток греха, оно стало смертным. Здесь стоит задать очень интересный вопрос, друзья. Все ли умерли? Все ли умерли? Давайте начнем с другого конца. Все ли люди, рожденные на земле, смертны? Ну, я думаю, брат Филипп говорит про этого человека. Да, брат Филипп? Во-первых, давайте, прежде чем мы перейдем к Ильи, зададим вопрос, смертный ли был Христос в плоть? Но я верю в то, что Христос, друзья, был бессмертный. Он не скорее всего, как я уже сказал, мы входим в вопрос о рассуждении мы не знаем, так или нет, но если Адам был бессмертный, сотворен в саду, и Христос был второй Адам по Писанию, то он, по крайней мере, был не ниже первого Адама, а это значит, что в плоти он был бессмертный. Почему Христос умер, друзья, я, как я уже сказал, подвожу к простой мысли. Христос умер, во-первых, друзья, потому что Библия говорит всем человекам положено однажды умереть. Этот закон действует написано всем человекам. Абсолютно неважно, мы сейчас, друзья, доберемся и до Ильи с Инохом с вами, но Христос, я верю, что он был бессмертный, но Библия говорит, он покорился как? Во-первых, он покорился до смерти, а потом еще кому он покорился? Он и смерти, он был покорен до смерти, и он покорился и смерти. Другими словами, если бы он не покорился, смерть его взять бы не могла. Он умер добровольно, умер по своему слову, вот почему сотник, например, сказал, это был человек Божий, он увидел, как Христос умер, он видел сотни смертей, ни разу не видел, чтобы человек сказал, ну все, буду умирать, и умер. Таких людей нету. Это был один, который сказал, в руки твои отдаю дух, и сразу что? И сразу умер. Он умер по своему слову, да? Но я еще раз возвращаю вас к мысли, друзья, что все на земле должны умереть. Хорошо, двигаемся до Еноха и Ильи. Умер ли, например, давайте Енох? Умер ли Енох? Ходил Енох? И его не стало. Брат Филипп говорит, написано, что не умер. Написано, что не умер? Написано, что он умер, брат Филипп. Давайте почитаем, где написано. Перечисляет апостол Павел людей. В числе этих людей он перечисляет и Еноха. Так или нет? Почитайте выше. Он говорит то, 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 Еноха перечисляет. И дальше говорит, все сии, что умерли в вере, не получил обетование. Поэтому отлысть Енох, хотя я сюда перечисляю Илью, я сейчас не хочу вам доказывать, друзья, потому что есть укоренившиеся мнения, что некоторые люди не умрут, друзья, умрут все. Если вы возьмете стих Священного Писания, который говорит, не видел смерти, это совсем другая тема и совсем другой вопрос, о чем там идет речь. Надо разобраться, о чем идет речь. Например, я лично, если вы хотите, чтобы так быстро набросать два штриха, то вот Давид пишет, что ты не дашь святому твоему видеть, что тление. Другими словами, если перевести на наш обыкновенный христианский язык, есть люди, которые избегают попадания в смерть и в ад. И почему они избегают и почему они туда не идут, это уже другой вопрос, мы на него может быть ответим на наших следующих уроках. Но физически по плоти умирают все. Я хочу подчеркнуть эту мысль, чтобы вы поняли. Смысл в том, что физическое тело ни в коей мере не переступит порог жизни. Точка. Понятно, о чем я говорю? То есть, люди умирают по-разному. Сколько есть видов смертей по Писанию? Почитайте, Соломон пишет, доколе, и дальше он дает четыре метода, как умирает человек. Доколе не порвалась цепочка, не обрушилась колесо над колодезем. Почитайте. Это о чем он говорит? О чем Соломон говорит? Соломон говорит о смерти. Он говорит, помни, создатель твоего доколе. И дальше описывает четыре способа, каким человек переходит в мир иной. Я сейчас не буду вам толковать, если вам интересно, сами придите домой, откройте и почитайте. Я когда-то, по-моему, когда 12 главы колесяста мы разбирали, это уже было лет, наверное, восемь назад. Я немножко говорил об этом. там четыре метода, да? Серебряная цепочка, повязка, колесо над колодезем и так дальше. Это все написано в книге экклесиаста, что Соломон подбирал изящные выражения, чтобы описывать процессы на земле. И они изящные потому, что они имеют в себе некий глубокий что? Смысл. Глубокий смысл. Подсказать или сами разберетесь? Подсказать? Не, не подскажу. Сами разберетесь. Сами разберетесь. Я даю вам намеки. Так Христос конечно. Но друзья, я хочу вас заинтересовать. Одна из целей разбора заинтересовать вас писанием. Заинтересовать вас, чтобы вы копнули, чтобы вы пришли домой, открыли дома, почитали, чтобы вы помолились. Потому что когда я все буду давать пережеванную, это не интересно. Это не интересно. почитайте дома. Итак, друзья, человек умирает. Смысл такой. Есть различные методы, какими человек умирает на земле, но после смерти тела человека не существует. Или оно будет умершлено естественным образом, или оно умирает от праха, или оно рассыпано на атомы, как было с Ильей. Я не знаю, где его тело. Собственно говоря, никто не знает, например, что случилось с телом Моисея. Что с ним случилось? Никто не знает. Неизвестно, что произошло с Енохом. Ходил и что? Не стало его. Пропал без вести, как говорят у нас. Что произошло с их телами? Мы не знаем. Смысл такой. Всем людям на земле нужно что? Умереть. Это значит, что тело человеческое не переступит порох неба. Никто на небе не будет в естественных физических плотских телах. Приговор для тела смерть. Любым, каким Богу известным образом. Точно так же при восхищении церкви тела наши перестанут существовать. Они помрут. Исчезнут. Прекращение жизни называется смерть. Потому что Библия говорит смертное будет что? Поглощено бессмертным. Но смертное перестанет что? Существовать. Поэтому вы должны помнить, когда вас спрашивают умер ли Инох? Можно смело отвечать умер. Он сейчас на небе не в физической плоти. А то, что он смерти не видел, это уже о другом совсем написано. Я не хочу сейчас останавливаться, это целая большая тема. Надо же объяснить, почему он смерти не увидел. Христа тогда еще не было. Мы сейчас с вами в смерть не идем, потому что Христос за нас заплатил. А кто заплатил за Иноха и за Илью? Кто? А кто может заплатить? Только Христос. Но с этим надо разбираться, там не так все просто. Поэтому, когда написано, когда есть выражение, которое мы воспринимаем по нашему культурному русскому понятию, как смерти не видел, как будто он не умер, это совсем не о том написано. Хорошо. Итак, все сии умерли. Имея начаток греха, тело является смертным, друзья. Телу, друзья, значит, чтобы вы поняли, что все вот эти пойнты, друзья, вот эти все пойнты, я беру именно из значения слова прах. Вот эти все пойнты. Итак, друзья, например, у Иова оно используется в очень интересном месте. Послушайте это место. Железо получается из земли. Из камня выполняет медь. Еще Иова пишет, смотрите, камни вместо сафира, в ней песчинки золота. Вот эти слова, которые я выделил желтым, это тоже Авафа, Афар. Это тоже слово Афар, которое означает прах. Прах. Окей? Теперь смотрите, на что идет намек? Намек идет на то, что как, например, в земле есть что-то, что драгоценнее земли, как вот этих, друзья, местах, где ищут золото, в этом прахе, в этой руде, заключено золото, которое драгоценнее этой руды, и когда добудут то, что драгоценнее, то то, что недрагоценное, бросается на попрание, то это дает нам намек, что тело нам нужно для того, чтобы из тела вышло нечто, что драгоценное, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, то есть, когда вы довольно внимательно будете читать Писание, вы увидите, что предназначение тела, оно временное, поэтому понимайте эти прообразы, эти намеки, которые Писание нам говорит, а Писание говорит, что наше тело, это вместилище, чего-то лучшего, что оно нужно не для того, чтобы пожить на этой земле, не для того, чтобы телу было хорошо, а оно нужно для драгоценностей, которые находятся внутри этого тела, которые в определенное время откроются для всех, аминь. Хорошо, дух человека живет в теле, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. Давайте, друзья, зададим один вопрос. Значит, в теле человека живет дух, и в теле человека живет душа. Да? Правильно я говорю? Ну, три тела находятся и дух, и душа. Мы потом с душой разберемся, как она появляется, всегда ли она существует и так дальше, потому что, когда человек умирает, то что-то из человека выходит. Человек перестает быть триединым, но перестает ли человек существовать или нет? Нет. После смерти человек не перестает существовать, и у нас сейчас встает логический вопрос. Где находится личность человека? Где личность? Личность находится в духе или личность находится в душе? Да? Личность находится в духе или личность находится в душе? Я специально этот топик вывел чуть-чуть раньше. Мы еще потом повторим немножко, когда будем говорить о духе. Но давайте, друзья, задаем вопрос. Где личность человека? Понятно, что личность это не тело. Правильно? Правильно? Правильно. Личность это не тело. Личность без тела может существовать. Где находится личность? В духе или в душе? Скажите, есть ли душа у животных? Есть? Есть. Написано прямо, что у животных есть душа. Есть ли в животных личность? Есть? Нету. Животных личности нету. Тогда, как, например, написано, что сатана это дух. Есть в нем личность или нет? Есть. Ангелы, духи? Личности? Личности. Бог есть. Дух, личность? Личность. Поэтому личность человека находится, друзья, в духе. Дух человеческий – это личность. И вообще дальше мы с вами поговорим. С душой очень сложно мне. Я буду высказывать свои мнения относительно душе на следующих наших разборах. Сегодня мы не успеем. Но, на мой взгляд, душа может существовать только тогда, когда есть дух человека и когда есть плоть. Библия говорит, вдунул он дух и стал человек душою. Если духа нету, душа существовать не может. Мы поговорим, друзья, что случается после смерти и с духом, и с душою, и с телом, и так дальше. Но личность находится в духе, и человек после смерти может существовать как дух, без тела и без души. Тело имеет свои чувства. Вот мы с вами приблизились к эмоциям. Говорят, что чувства присущи душе. Друзья, я верю в то, что каждая часть человеческого существа имеет свои чувства. То есть, есть чувство плоти, есть чувство духа, и есть чувство души. Есть душевные чувства, есть духовные чувства, и есть плотские чувства. Давайте возьмем пример. И почувствовал он голод и хотел есть. Кто почувствовал голод? Душа почувствовала голод? Плоть захотела есть. Теперь давайте зададим другой вопрос. А кроме физического голода, бывает другой голоду человека? Бывает? Какой еще бывает голод? Бывает духовный голод, да? А бывает и душевный голод. Бывает ли голод со знаком минус? Бывает? Человеку хочется согрешить. Бывает или нет? Бывает? Бывает. Это душевный или духовный голод, все зависит. Со знаком минус, когда человека тянет не на что-то положительное, а на что-то отрицательное. Поэтому смотрите, чувство голода присуще одному и второму, и я верю и третьему. И поэтому, когда мы говорим об эмоциях, часто говорят, ну, в душе эмоции. Ну, 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 не спешите, друзья. Есть масса духовных существ, таких как сатана, таких как ангелы, которые имеют свои личные что? Эмоции. Почему? Потому что дух человека имеет свои чувства. Душа человека имеет свои чувства. Очень хорошо, если вы проанализируете, например, слово «любовь», например, на греческом, хотя на иврите тоже близко. Слово на греческом «любовь» имеет три разных значения. Слышали вы об этом? Сейчас, помогайте мне, братья, есть «эрос», есть «филия», и есть «агапе». Три разных любви. И не все любви одинаковые. Например, «эрос» – это уже понятно, что за «любовь». «Эрос» – это понятно. «Агапе» тоже, но между ними есть еще и «филио» какое-то там. Поэтому я думаю, что в некоторых языках это отображено. Конечно, по-русски сложно, потому что по-русски «любовь» и все. И когда непотребством занимается, называют «любовь». И когда мама ребенка, она тоже любит. И когда Бога, мы тоже любим. Одно и то же слово. Но насколько любовь, которую мы любим, Бога, отличается от того, что чувствуют люди, которые пошли на одну ночь. И тоже говорят, у нас любовь была. Да? Разные вещи. Разные. Поэтому вы должны понимать эти вещи. Итак, друзья, каждый из частей человеческих имеет свои чувства. Что нам важно, друзья? Нам важно различать чувства. Смотрите. Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Это как раз то, о чем я говорил. Теперь смотрите про другую любовь, я вам прочитаю. Видели вы эти лозунги? Что для любви все равные. Вот про нее, как написано в Писании. Подобно мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались чем? Похотью. Как ее называют сегодня в мире? Ее называют сегодня любовью. Суть в том, что мы должны понимать, когда речь заходит о чувствованиях, мы должны различать, кто эти чувствования нам навеивает или дает. И когда, друзья, у человека возжигается похоть, то самое легко человеку прикрыть эту похоть названием любовь и сказать это красиво и благородно. Но это не изменит состояние, в которое он попадает. Точно так же, друзья, если мы говорим о других вещах. Точно так же, когда мы говорим о других чувствованиях, которые могут быть естественными и могут быть противоестественными. Не смешивать все в кучу, Бог дает нам право разбирать чувствование. Разбирать чувствование. Давайте быстро, быстро. Любит плоть говорить вот так. Я сегодня устал, на собрание не пойду. Кто устал? Если, друзья, мы сядем дома и рассудим. Кто это говорит? Плоть говорит. Плоть. А дух устал? Нет, дух не устал. А дух, что ты скажешь? Идем в собрание или нет? Что дух скажет? Дух скажет, идем. И вот развлечение чувствований духовных и плотских приведет вас к логичному поступку. Поэтому нам надо разобраться, кто что чувствует, и слушаться чувствований духа, а не чувствований души и плоти. Найдите голос души в Писании. Помните, когда Петр говорил с Христом? Кто это говорил? Ну, это же не плоть, говорила. Пожалей себя. Это же не плоть. А мне было никакой выгоды для Петра. Это была абсолютно душевная обстановка. Петр пошел по душе, душевно. А Христос сказал, это не от меня, сатана. Тело должно быть мертвым для греха. Вы знаете, я часто, когда читаю такие выражения в Писании, я вспоминаю социалистические лозунги. Помните создавшиеся лозунги? Там, я не знаю. Да. Ну, имеется в виду то, друзья, что кто жил в Советском Союзе, то знает, о чем я говорю. На эти лозунги никто никогда не обращал внимания. Написал это лозунги. Временами мы относимся к Писанию точно так же. Для нас, для меня вот это место очень показательно. Написано, если Христос власть, то тело мертвое для греха. Да. Теперь скажите, друзья, скажите, практически мне скажите, как мне умертвить мое тело? Мне взять ножа, заколоть себя, что ли? Ну? Не поддаваться чувствам, что я знаю. Как это мне поддаваться? Просто не поддаваться греховным чувствам. Возможно? Чтобы вообще ничего не чувствовать. А есть ли чувства, которым невозможно не поддаваться? Любые. Верите микрофон, и он прямой нас не слышит. Дай, Саша. Ну, правильно мы говорим, можно есть чувство, плоти от сона, это и есть грех. Но можно его... Это, Саша, как для кого одеваешься. Его можно и перевести в грех, если этим заниматься, оно может перейти в лень. Правильно? Да. Точно так и пища. Или ее употреблять, чтобы жить, или можно жить, чтобы употреблять. Ее только жизнь свою посвятить и стать. Он будет, как написано, что Бог их чревает. То есть, я думаю, что просто надо, как умертвить свое тело, надо бодрствовать и не давать сверхмеры. Ты очень правильно говоришь. Проблема, знаете, в чем в этом стихе? Проблема этого стиха в том, что когда что-то мертво, то оно не имеет никаких чувствований. Тебе отмерла эта часть. Когда, друзья, я попал в аварию, у меня оторвало палец. Знаете, что интересно? Интересно то, что пальца нет, а я его чувствую. Фантомы, да, одни боли. Чешется бывает, лост, ну, щекотно бывает. Да? Вроде бы мертву, но не сильно мертву. Я, друзья, веду к тому, что я все стоя. Я верю, что, смотрите. Почему я этот стих привожу? Потому что большинство христиан живут в таком парадигме, в таком движении, да, в такой парадигме. Смиряюсь, смиряюсь, запрещаю. И всю жизнь ему хочется, он всю жизнь борется. Всю жизнь у него то упал, то встал. Я знаю одного человека, который 40 лет борется с пьянством. То встал, то упал, то упал, то встал. И у него это все по кругу. Почему, друзья? Потому что тело его живо для этого греха. Оно не умерло. Я уверен, что большинство у вас тоже так, как у меня. У вас есть вещи, которые вас больше уже что? Не тревожат. Не пленяют. Они могут вспыхивать, как вспышка. Но тогда, как они вспыхивают, как вспышка, ты понимаешь, что это исходит извне. Это сатана. Что-то там. И у тебя нету большого усилия, тебе надо большого усилия, чтобы эти вещи победить. В большинстве случаев вы все победили плотские грехи. Тяжелые плотские пьянства, табакокурение. Давайте возьмем пример табакокурения. Кому из вас тяжело не курить? Кто сейчас сидит и борется? Боже, дай силы, чтобы не закурить. Брат Филипп никогда его не пробовал. Почему? Потому что ваше тело для этого греха умерло. Но вы расскажите это новообращенному человеку, который всю жизнь курил и пришел в церковь. Он будет бороться с этим или нет? Будет. Есть два состояния христианина. Запомните себе. Первое состояние, когда ты борешься. Оно естественное. Оно неестественное, если ты будешь бороться с этим всю жизнь. Ты должен умертвлять. Когда я возьмусь... Простите меня за такой пример. Но когда я возьмусь кого-то умертвлять, то я должен дело довести до конца. Я говорю, беда тем насекомым, которые оккупируют наш дом. У меня жена, когда берется умертвлять муравьев, например, то все. Капут. Там соседские все вымирают. Я этот пример привожу вам, чтобы вы понимали. Умертвлять надо с толком, друзья. Уже так умертвлять, чтобы оно что? Чтобы оно умерло. А если оно тебя беспокоит, то это оно еще не умерло. Надо умертвлять. И давайте разберемся с методами. С методами. Как умертвлять нам дела плотские. Как нам умертвлять то, что приходит от плоти. Потому что много, что приходит. Я не буду приводить пример. Как умертвить? Итак, умертвите земные члены ваши. Умертвите. Блуд, нечистоту, страсть, злую эпоху, любви стража, за которые гнев Божий и так дальше. Здесь же не весь список. Не весь. Не весь. Но Писание говорит, нам надо с этим бороться. Надо умертвлять. Давайте быстро. Как умертвлять? Очень быстро. Принцип дерева. Не сади. Не сади. Вещи, друзья, начинаются с того, что мы начинаем что-то садить. Любые вещи оформляются в порок и в недостатки после того, когда, друзья, мы позволим им этому случиться. Все происходит буквально следующим образом. Все начинается с семечки, которые сеются. Семечка, которая сеется. Потом этому семечку надо что? Время, чтобы вырасти. И когда оно, это семечко, и когда это семечко, оно растет, оно не сразу растет в большое дерево. Скажите мне, пожалуйста, друзья, вы садовники, представляете, это процесс греха. Да? Это процесс греха. Вот это большое дерево, это когда человек уже согрешил. Когда он уже свою злую похоть не умертвил. Скажите, друзья, на каком уровне легче бороться со своими пороками? На уровне большого дерева? На уровне чуть меньшего? На каком уровне? Вот она, критическая точка, друзья. Как умерщвлять злые похоти? Злые похоти умерщвляются самое легче тогда, когда они только что появляются. Поверьте мне, человек никогда не сблудит, если он не будет думать про блуд. Так или нет? Ну, не то, что думать про блуд, но вы понимаете, кто посмотрит на женщину, что... Так написано. Вот оно начало. Почему Христос говорит, что он уже... Потому что, если он это сделал, у него дерево постепенно вырастет. Садана умеет это скрывать. И поэтому, друзья, когда мы с вами... Как нам умерщвлять? Умерщвлять надо в зародыше. Оно пришло к тебе как мысль, оно пришло к тебе как чувство. В зародыше это останавливать. Еще, друзья, когда он саженец, с саженцем можно бороться. Правда? Самое сложное бороться, когда оно выросло, у тебя большое дерево. О, тогда проблема. Тогда молитва, посты и так дальше. Да? Вот оно, друзья. Принцип дерева. Выросло, укоренилось. Что с ним делать? А выкручивать ты ее не выкручиваешь. Трахторов тебе нема духовного. Что с ним делать? По Писанию. Смотрите. Наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати. Почему уходит благодать? Почему? Чтобы какой-то, что? Горький корень. О чем здесь Павел говорит? Как нам бороться с деревьями, которые выросли в нашей жизни? Ты не успел, не пободрствовал, с семечком не расправился. Выросло дерево, ты смотришь на него, я сам его не выкручу. У меня не хватит сил. Я ничего с ним не могу делать. Что надо делать с этим деревом? Повреждать его корень. Это не тема наша сегодня, я не буду об этом говорить. Вы должны понимать, о чем идет речь. Вещи, которые не наверху, вещи, которые скрыты. Это корень любого дела. И когда ты повредишь то, что скрыто, укрыто под землей, это дерево зачахнет, засохнет. А когда оно засохнет, с ним очень легко, что расправиться. Распилить, срубать, сломать. Сухое дерево легко. Понятно этот вопрос? Тело наше не будет искуплено. Ибо знаем, что вся совокупность иная ты мучается доныне. И не только она, но мы сами, имея начаток духа, мы в себе стянаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Тело физическое не будет искуплено. Слово искупление обозначает освобождение за выкуп. Оно обозначает избавление и так далее. Смысл такой. О чем здесь Павел говорит? Сегодня нет времени много говорить на этот стих. Но смысл такой. Тело наше не будет подправлено, подправлено, исправлено. Поняли? Не будет оно подштукатурено и взято на небо. Такого не будет. Тело наше должно быть, что исчезнуть. То есть тела, которые мы будем получать, это не то же самое тело, только исправленное. Как вы думаете, я на небе буду похожий на себя? Лицом. Узнаете вы меня на небе? А я вас. Ну, я только молодой буду, конечно. Как вы думаете, тело мое будет похоже на меня? Вот посмотрю и скажу, Вася, это ты. И Вася скажешь, а ты кто? Как оно будет так? Не, ну давайте, друзья, потому что это же, это же смысл в этом есть, да? Это смысл в этом есть. Ну, я не верю, друзья, что мы придем на небо и будем ходить в толпе и спрашивать, Гусева знаете, Сашу? Огонька не видели? Будем мы так делать или нет? Да нет, друзья, там Бог сделает все в устройстве. Там мы все, во-первых, будем знать друг друга, мы будем узнавать друг друга, да? Каким-то образом. Но это будет абсолютно, абсолютно новое, что? Тело. Абсолютно новое тело. Может быть, и будет похоже, я не знаю, вид лица, наверное, еще что-то, еще что-то. Я не знаю, как с теми людьми, которым вид лица своего не нравится. Мне все нравится. Я сам себе красивый. Но есть люди, которым не нравится, когда поправит Бог. Это я не знаю. Не в этом суть, друзья. Суть в том, что на самом деле это тело будет очень, очень, я бы сказал бы, сближено с тем телом, в котором мы здесь живем. Очень похоже и так дальше. Возвратится прах и не восстановится. Наше физическое тело никогда не будет восстановлено. Возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу. Это после смерти. То есть после смерти у тела одна участь, оно попадает в прах, исчезает, пропадает, его больше назад не возвратить. Не возвратить. Это понятно все? Хорошо. Следующая наша тема это дух. Сегодня мы уже не будем говорить о духе. Если у вас есть вопросы, дополнения, скажите, мы будем только молиться. Вопрос. Вакцина от ковида на что влияет? На плоть, на душу или на дух? Иди. Как раз за нужный помолишься. Ед!. Я так сказать, utilities есть воображение. It's a минутку и один